здравствуйте друзья и подписчики моего канала сегодня 11 октября 2019 года пятница температура за бортом плюс 10 идет дождь температура в помещении 21 градус влажность 52 процента я хорошее настроение потому что впереди два выходных дня можно будет посвятить много времени своему любимому занятию то есть моим любимым растением и сегодня герой нашего ролика вот такой замечательный парнишка фаленопсис бьемонт это реанимашка попавшая в очень трудную жизненную ситуацию осталось абсолютно без корней то есть совершенно и была посажена вот таким замечательным образом вот этот прекрасный сусуд видео с этой посадкой вы посмотрите пройдя по ссылке в правом углу вашего экрана и сегодня я хочу таки достать этого красавчика хотя меня терзают смутные сомнения надо ли это делать но я думаю что надо его все-таки потревожить потому что у него отсыхает один из листьев там у него пошли внутри корни и мне хочется достать посмотреть зачистить и подкорректировать посадку вот таким образом да кстати вот здесь вот на цветоносе отсутствует два бутона вот видно да прошлый раз когда я показывала его обозревала я его достала с того стеллажа на кухне на котором он реанимируется и я так понимаю что этого не надо было делать потому что он прям через два дня засушил эти бутоны они отвалились то есть вот такая вот у него произошла реакция не знаю какая будет реакция в этот раз но я так подозреваю что хуже не будет вовсе значит сейчас мы его будем аккуратненько доставать мне конечно не очень ловко я не знаю почему почему мне это происходит никак не могу вот так вот наверное я сделаю так для того чтобы не всю эту операцию и совершить для начала я обработаю инструменты которыми я буду пользоваться водочкой это не реклама это просто водочка да вот такая фляжечка я теперь покупаю водку для орхидеи вот в таких фляжках потому что я поняла что когда я покупаю большего литража ну там пол литра водки приливаю ее потом она вдыхается в тех бутылочках которых я ее хранила потому что видимо какой-то зазор там есть микроскопические водка просто выветривается так вот так вот пинцетик и вот так вот ножнички все будем делать стерильно ну что с богом я реально боюсь боюсь жутко просто но это надо делать итак еще раз беру анамнез бьюмонт находится в моем содержании от 7 июля 19 года на реанимацию поставлен 28 июля то есть через 20 дней после прибытия ко мне над водой листьями вниз не пошло буквально через два дня я его посадила вот в эту вот конструкцию и подсыпала самую мелкую фракцию архиаты кстати вот я вижу корень это вот ничего его не держит он просто держится своем цветоносе я боюсь ну что глаза боятся руки делают достойку ах ес вот это да вот это парень смотрю люди добрые посмотрите у нас на расходы вот я могу сказать для скептиков это между прочим победа это победа посмотрите какой толщины корень вот мой мизинец вот корень посмотрите чудица вот вам и способ реанимации я уже говорил что таким способом очень хорошо реанимируются орхидеи ну что же мы сейчас потихонечку чтобы ничего здесь не попортить уберем вот этот лист вот я его убрала и сейчас я вот эту чешуйку аккуратненько воду снимать опять же оговорюсь вот архиат сыпется глушат оси не наелась очень очень стрёмненько мне так сказать так видно ну что буду вот так так чтобы этот корень не задеть я хочу просто здесь освободить вот эти вот корешочки вот вот эти вот маленькие вот от этого чешуи твердой очень осторожно по возможности что ничего не сломать потому что вот корень идет но ему вот это вот чешуйка она мешает мне конечно не очень удобно это снимать и делать там вот еще что-то растет я вижу еще что-то там пробивается очень аккуратно ну конечно я подпортила корень вот верхушку ну ладно башку им подпортила я так и знала но оставляйте дел так нельзя прости уж брат что я так с тобой обошлась вот видите я снесла ему верхушку оставлять это не надо так да способ конечно бомбический то есть из ничего вот так получилось чего способ реанимации листьями вниз не очень не нравится умеясь еще одна орхидея я возможно и сейчас покажу потому что это дело много времени не займет так это я так понимаю вот того пупырка которая оставалась и мы сможем еще одну посмотреть орхидея q который у меня здесь в комнате растет вот не нравится мне листьями вниз не идет у меня этот способ я думаю что все наверное здесь я больше ничего зачищать не буду очень страшно очень далеко во первых мне находится орхидея я же без за рука и ну вот так все вот здесь вот вот еще видно вот вот пупырка надувается то есть все классно все максим у нас на месте все мы вертаемся назад вертаемся назад сейчас братишка ой как я за него переживала это только одному богу известный я прям била себя по рукам чтобы вы не трогать его засунула в самый дальний угол к стенке стеллажа так вот эту штуку еще собра вот у которой я подпортила сейчас я возьму перекись водорода и уже бог с ним с этим маленьким корешком а зато я не буду бояться что у меня что там с этой чушьей произойдет ну вот сейчас я так вот аккуратненько здесь где этот так сейчас еще надо здесь и подснять какие-то острым пинцет никогда не был таким острым тут прям проявил так и вот так чуть-чуть о нож прости меня дорогой мы вот так вот я его припшикнула чуть-чуть до поранила и ладно бывают и такие вещи происходят так сейчас я беру эту конструкцию вот так у меня до сидел да вот так так палочка где мне палочка у меня вот сейчас я опять разгребу эту пяточку на которую он сидел вон она вон она это пяточка конечно мне лучше бы это бы куда же мне это вот это все вот отсыпать а и тебя положить же дружок мы надо сейчас я отсыплю но если вы никуда не торопитесь я так никуда не тороплюсь у меня все выходные впереди сейчас я все таки отберу вот эту вот архиату суда так потому что это не дело так сажать его надо его все таки опять посадить вон там камушки эти опять таким же образом но вот здесь видно уже влажный архиат у меня открывается вам-то не видно а мне видно так вот архиата влажная вот она на каком уровне видите вон она пяточка вот она вот я ее разгребла все сейчас я опять на эту сухую пяточку на которой не бывает воды потому что я подливаю вот сейчас вот вы видите насколько вода подлита то есть абсолютно получается вровень с той пяточкой пяточка сухая да сухая ух так и ставлю его на место так как оно и было вот таким образом ты мне так рост да да так все мы хорошие вот все вот я его опять поставила смотрите вот видите вот на пяточку корешок все на месте и сейчас я его буду опять засыпать конечно бы его по хорошему поставить бы повыше поднять приподнять но и этот корень такой большой я не знаю я в таком сомнении а поставлю-ка я его сейчас на пробку положу я ему еще пробку повыше что мне стесняться не будем корень-то лезет куда же он потом он стенку упрется ему там растение куда вот я возьму пробку от шампанского давай ребенок вернемся мы стоя назад так так сейчас мы положим пробку увеличим на на 3 сантиметра нет не так так вот так вот так вот так вот я поставила пробку то есть я приподниму его да и корни будет куда расти вот теперь супер теперь мы еще на 3 сантиметра выше стали вот таким образом и корешком будет куда расти он будет туда в угол расти вот так так теперь я сейчас вот эту архиаточку чтобы вам тут не загораживать я ее обратно сейчас засыплю вот так так засыпала фу вот его нет так и еще у меня есть вот архиатка да вот она мелко сейчас я еще подсыплю архиатки чтоб уж нам было куда развиваться у меня столько планов на эти выходные по пересадкам хочется посажать столько у меня объектов для пересадки накопилось я все я все горжусь показать вам а все знаете как недосуг то очень устану то неохота ну всяко бывает знаете еще и погоды такие сегодня выглянуло солнце прям буквально там на 15 минут вот рад то зови столько радости было растение все таки подсветка подсветка а солнечный свет все равно необходим да несмотря что на то что у меня стеллажи стоят внутри комнаты все равно на них попадает солнце когда оно появляется в редкие вот эти вот дождливые дни как бы в редкое явление солнца но орхидейки очень радуются очень много моих орхидей выпустили цветоносы это я называю зимние цветения те которые в силу войдут к новому году и как каждый год у меня на моих стеллажах прям такой бум цветение я очень люблю зимние цветения но мне даже кажется более более красивое да сегодня расцвел азиатский кот wildcat и как я говорю ну не штырит он меня кот этот ну не нравится он мне понимаете все таки магазинные цветения когда они приходят из теплицы отличается они конечно их там кормят на славу а вот подросток расцвел ну не нравится мне так что сейчас он у меня по цветет там у него сколько у тебя там бутонов-то четыре бутона вот первый бутон раскрылся пока я его показывать не буду покажи его наверно завтра вот он подсветет и мы будем прощаться с ним не прикалывает меня этот кот да кстати у нас я забыла сказать у нас вот растет листик вон он там вот я сейчас увидела вот кусочек коры туда шмякнулся я его сейчас удалю отсюда сейчас так цыкну туда так чтобы уж ничего там не осталось и вон посмотрите какой у нас новый листик растет ну все я присадила бьюмонт вот так вот вот немножко отсвечивает вот посмотрите что у меня получилось то есть он стал еще выше на три сантиметра вот на этом подиуме поднялся и вот тому толстому корешку и всем другим корешочком будет куда расти сегодня я напишу сюда 11 октября что я удалила сухой лист и подсыпала архиатки все нам будет куда развиваться вот мой красавчик так стой ожидай сейчас я пока есть времени немножко осталось совсем потому что глупая программа не пропускает больше 25 минут я уже говорила об этом приходится удовольствоваться тем что есть так фаленопсис шоколад как я рад это шоколадка которую я цапнула вообще совершенно случайно абсолютно случайно в одном из что мне там пишут господи так в одном из гипермаркетов такая молодая шоколадочка ну почему бы не хапнуть ну и про нет я шучу я ее просто купила потому что она такая молоденькая симпатюшная думаю пусть будет потому что моя это матрона она все время деток дает мне хочется чтобы шоколадка цвела она была куплена 1 сентября в воскресенье мы с Настей как раз ездили за покупками и встала на реанимацию 23.09.19 я ее посадила листьями вниз воду поставила по моему есть об этом видео если есть то я оставлю ссылку в правом углу экрана и не пошло листьями вниз не пошло что то там такое какая то пупырка зачаток появился но мне это все не нравится это мне очень жалко листья вот пришлось лист обрезать вот этот вот потому что он начал подгнивать так скажем да ну не подгнивать а как потухать и в общем я пришла к решению что я посажу своим проверенным методом уже проверенную этот метод 3 октября я посадила ее в мох ну вот в такой вот горшочек да мне все говорят снимайте эти штучки чих снимать они мне нравятся прикалывают меня вот сюда это она мне с наклеила вот как сидят мои азиатские подростки вот так вот вниз керамзит морис грин вот я так за пяточку туда руку сумла а сверху мох спагмос вот такой вот замечательный и она прекрасно сидит вон у нее видно раскуклились корни вот поближе покажу вот видно вон раскуклились корни они не были сухие болявые вот с этой стороны два корешочка и с этой стороны вот посмотрите видите а то прям совсем трупец в трупец и у нее там такая пумка ниже находится пимка это новый корешок начал пробиваться но зато у нее теперь вот этот лист совсем хорошо набрал тургор видно что у него здесь полосочки он прям такой жамканом был вот этот вот листочек набирает тургор здесь у него был хороший тургор а здесь он прям был мягкий мягкий вот этот тупорком стал то есть все чинно благородно метод работает так что вот вот такой вот результат замечательный то есть получается я ее не погубила не дала и по погибнуть это так сегодня 11 но тут совсем ничего до 11 8 дней вот за 8 дней она вот эти вот мертвые корни практически мертвые вот они у нее они прям были такие сплюснутые и сухие вот они стали зелененькими вон их всех видно но я очень рада я очень рада я очень рада вот так она у меня на полочке там вот не повернуть вот там вот сейчас прям со штативом вот там вот на полочках она у меня реанимируется замечательно кстати вот бабочка расцвела вот она спиной стоит лицом больше показывать не буду не обижайтесь то у меня есть такое подозрение что мои легату кто-то сглазил я не суеверная знаете но когда на протяжении некоего времени поступают предложения с настойчивостью куплю ваши легата пишут и на юле пишут и в инстаграм пишут и в фейсбук пишут и в контакте в личные сообщения пишут слушайте мои легата не продаются не продаются ни за какие деньги сначала пробовала шутить назначать какую-то фантастическую цену потом я решила что я вообще их показывать не буду знаете вот не завидуйте я не вне о том что как бы не знаю но не надо так просто знаете даже до неприятного честное слово я же не виновата что легата нет в продаже надо было значит покупать раньше вот потому что я своими легата дорожу и вот этот товарищ который стоит все стоит ну что за цвет такой некрасивый на экране но пусть будет такой некрасивый ладно мне цвет не нравится то что показывает вот такой вот беклип который у меня находится вот в таком вот положении состоянии утра впустил вот он он не пересаженный у него очень хороший грунт посмотрите какой грунт у него куча корней причем корни в активном росте вот такая вот шикарная розетка вот такие вот крапчатые листья такие бомбические следы от обработки очень хороший костик я решила один беклип оставить себе вот этот вот ну я с насти посоветовалась гнасть оставить мне себя нога доставь ночью красивый он на самом деле очень симпатичный очень симпатичный такой мордовороте копноцветный у него колоночка симпатичная вот здесь вот такой вот у него прям леопардик сидит цвет совершенно у него такой очень красивый цикламеновый цвет с водочком в общем швах они изображения вот у меня таких два беклипа вот один я себе оставляю один я выставлю сегодня на продажу потому что зачем мне два беклипа вот и конечно я держу себя в руках ха-ха-ха чтобы его не дернуть не пересадить но я его не хочу пересаживать я хочу посмотреть как он ну собственно пока терпит да тоже кора посадить какие фракция коры хорошая очень хороший образец очень хороший не буду я тебя трогать не буду я спешить пересадкой у меня четыре новые орхидеи вот именно взрослые да такие от одного и того же производителя очень хорошем грунте все дорогие мои на этом я буду заканчивать хочу пожелать вам всего доброго солнца в душе и на небе здоровья вам и вашим растениям до свидания всегда ваша бокова наташа